8 мая в Далгупилсе начался новый спидвейный сезон. Наша команда, Аптибет Локомотив, в первом матче чемпионата 2-й польской лиги, на своем треке со счетом 47-42, одержала нелегкую победу над многократным и нынешним чемпионом Германии, Ландсхудскими Дэвилс. Дагупилчане вступили в борьбу в неполном составе. После неудачного падения во время тренировки и перелома руки, Искрой, как минимум на месяц, выбыл частый спорт. Гонка была напряженной, и моментами казалось, что перспектива начать сезон с поражения довольно реальна. Тем не менее, наши ребята собрались и одолели соперников. Наилучшие результаты самую уверенную езду показал Евгений Костыгов. Достойный результат показал юниор Эрнест Матюшонок. Хороший заезд в переломный момент матча, который оказался его первым в основном составе команды, помог Локомотиву выстоять и держать победу. В немалой степени на ход матча повлияло техническое состояние трека. Из-за проливного дождя начало гонки пришлось отложить на 2 часа, чтобы привести в порядок дорожки. Работу удалось провести в срок, но трасса была настолько жесткой, что по внешнему краю нельзя было совершать полноценные обгоны. Поэтому судьбу заездов во многом решал старт, первый поворот и выход из него. Гонка очень напряженная в борьбе. В принципе, мы и ожидали, что легкой она не будет. Команда очень крепкая из Германии. И лига довольно серьезная. Все команды могут друг у друга потрепать нервы, поэтому настраивались на серьезную борьбу. Погода внесла свои коррективы. Вчера был дождь, дорожка была утром как картофельное поле. Пришлось провести большие работы и срезать верхний слой. Что, конечно, сказалось и на качестве дорожки. И, конечно, мы тренировались на другой дорожке. Но, как есть, условия были равные. Соперники показали хорошую борьбу. Но мы тоже пока еще в стадии формирования команды. Все-таки первая гонка, много молодых ребят, легионеры прикатываются. Они только еще один раз тренировались. Главное, что победили. Непривычными для гонщиков эти соревнования были еще из-за того, что на трибунах царила абсолютная тишина. Из-за пандемии заезды сейчас проходят без болельщиков. И хотя самые преданные поклонники спидвея пытались всеми способами поддержать любимую команду, какое-то время ей еще придется обходиться без подвадривающих возгласов. Не хватает болельщиков, не хватает этих эмоций, не хватает отзыва, да, этот трибун, когда ты слышишь, как трибуны ревут, да. Это придает, конечно, ребятам больше энергии, больше желания. Очень тяжело на домашнем треке ехать с пустыми трибунами. Возможно, это тоже в какой-то степени сказалось. Несмотря на нынешний запрет посещать соревнования, за ними все же есть возможность понаблюдать. С этого года заезды стали снимать и транслировать ТВ-платформы Польши и стран Балтии. Следующая гонка нашей команды состоится 30 мая на выезде против команды из Аполи. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагупилской городской думы.